Добрый день дорогие друзья, мы в прямом эфире Prima Media Live. Сегодня у нас в гостях Константин Межонов, депутат Законодательного собрания Приморского края, председатель Совета Регионального отделения партии Справедливая Россия и председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по регламенту депутатской этики и организации работы Законодательного собрания. Спасибо большое, что пришли к нам в гости, долго вас ждали, но хорошо, что в конце года можно поговорить об итогах работы и о планах, каких, наверное, уже у вас есть. Есть, конечно. Вот давайте пока об итогах. Что было удачного в этом году именно в жизни партии? Что было неудачного? Какие, может быть, проблемы? Ну, если мы возьмем вот эту составляющую моей деятельности, партию, то хочу сказать, что, в принципе, по большому счету, наверное, год был удачный. Мы принимали участие во многих выборных кампаниях, но это главная цель любой партии, участие в выборных кампании для того, чтобы притворять жизнь свои какие-то идеи, программы через властные структуры. И, конечно же, что касается выборов муниципальных разного рода, у нас увеличилось количество депутатов муниципального уровня. Мы принимали участие в выборах глав, и то, что мы победили, наш кандидат в выдвинутой партии «Справедимая Россия» победил и стал мэром города Дальнегорска. Очень такая судьба такая вообще у мэра в Дальнегорске такая, и у выборов в Дальнегорске такая. Ну, вы знаете, да, я согласен, потому что долгое время избиратели и жители города Дальнегорск не имели возможности выбирать. То есть там и так уже все было сделано. Но вышли изменения в соответствующем федеральном законодательстве. Были внесены соответствующие изменения в устав города, и, наконец, состоялись выборы. Что касается нашего кандидата, Сахута Игоря Витальевича, то откровенно говорю, что нам абсолютно не стыдно за своего кандидата, потому что, ну, во-первых, он человек местный, он поднялся, что называется, с нуля, он предприниматель, серьезный предприниматель, у него серьезный бизнес, вот, он человек слова, не многословный, но сказал, значит, сделай. А вот что такого было в программе у Игоря Сахута, чего не было у остальных? Вы знаете, я вам скажу так, по большому счету многие программы перекликались. И, наверное, вот так что-то в таком в глобальном отношении больших отличий программ кандидатов не было. Люди шли на человека, да, получается? Да, именно на человека, потому что, ну, город небольшой, и все друг друга знают, тем более, что сам Игорь Витальевич, он очень много оказывал помощи разным людям. Это были спортсмены, это были инвалиды, это были школьники, то есть достаточно много занимался благотворительностью, но и зачастую он выручал раньше и городские власти, потому что у него достаточно много техники, то есть у него свое автотранспортное предприятие. И когда вот город маленький, избирается человек, который известен в городе, да, вот он руководит коллективом, коллектив у него, ну, там порядка ста человек, может быть, чуть меньше. И ведь этот коллектив за него держался, и он держался за свой коллектив, то есть у него люди в коллективе, которые по много лет отработали, оттуда не хотели уходить люди. То есть зачастую он оказывал помощь, допустим, хочет человек на предприятии прийти взять кредит. Приходят, говорят ему, дайте, пожалуйста, справку заработную платить. Тот спрашивает, зачем? Ну, вот хочу взять кредит. «Давай ты не будешь брать кредит, вот тебе деньги, ты скажи, поскольку ты сможешь рассчитываться из заработных плат». То есть, ну, вот такое отношение к людям. И понимаете, поскольку город маленький, то слухи, естественно, распространяются. То есть у него достаточно высокий рейтинг, и грамотно была проведена и избирательная кампания, и очень уверенная победа. А вот почему он пошел под эгидой «Единой России», например? Потому что мы не будем сказать, что «Единая Россия» все-таки это некий такой карт-бланш во многом. Я хочу сказать, что он уже был депутатом муниципальным, и депутатом был от «Справедливой России» Тарас. Да, он не член партии «Справедливая Россия», но он сторонник нашей партии. Вы знаете, наверное, я возьму на себя такую смелость сказать, что вот те люди, которые находятся в местном отделении города Дальнегорска, это раз, во-вторых, так сказать, я его очень давно знаю, и, наверное, это в том числе и его отношение к нам, к тем людям, которые в партии «Справедливая Россия» как в местном отделении, так и в региональном отделении. Ну и поскольку давно с ним такие отношения, что вот есть определенное взаимное доверие, был сделан такой выбор. Ну и потом, вот знаете, когда уже человек пообщался с коллегами на депутатском уровне, видит, как принимаются решения. А зачастую у нас ведь депутатский корпус партии «Единая Россия» используется как послушное большинство. То есть, есть у кого-то свое мнение, пожалуйста, оставь его при себе, голосуй так, как тебе скажут. У нас такой ситуации нет, и человек свободен в принятии решений. Я думаю, что это ему тоже импонировало. Что еще было успешного в этом году? Ну и постепенно перейдем к проблемам. С какими столкнулась партия, отделение? Ну, проблем те же вот проигранные компании. Ну как проигранные? Вот у нас был бы еще один глава, это был Хасанский район на Рыжный, Александр Степанович. И, к сожалению, он проиграл, он был снят с предвыборной гонки по суду. И, на наш взгляд, это было формальное чистое снятие, буквально из-за одной бумажки. И жители были лишены права, так сказать, более свободного выбора, что ли. Ну вот, пожалуй, наверное, самая главная неудача. А так, в принципе, удалось сделать что? Чем еще можно гордиться? Потому что количество членов партии у нас постепенно растет. То есть, в этом году была проведена сверка. У нас абсолютно стабильная ситуация. У нас везде вменяемые люди, адекватные, которые руководят местными отделениями. Владивосток, а за счет городов или за счет регионов? Вы знаете, я бы не стал выделять Владивосток, регионы. Вот главным образом все зависит от людей. То есть, если сегодня есть руководитель местного отделения, толковый, грамотный, вдумчивый, который умеет работать с людьми, то, как правило, дела в этом местном отделении идут нормально. И мы стараемся в подборе людей на местах делать ставку именно на таких людей. А вот как личный проигрыш? Вы расцениваете проигрыш господина Левича на выборах мэра в Москву? Нет. Почему? Вы знаете, я бы сказал так. У нас были некоторые проблемы в партии и были некоторые, на мой взгляд, антагонизмы между членами партии. Я имею в виду на высшем уровне, на федеральном уровне. Но, с другой стороны, понимаете, как-то так получилось, что вот эта компания, которая была в Москве, по сути дела, кто участвовал в этой компании? В этой компании участвовал сам Левичев и московское отделение. Отделение Московской области, там были другие выборы, тоже от нашего человека, они там участвовали. К сожалению, депутатский корпус Государственной Думы недостаточно хорошо поработал на этих выборах, а могли бы. Я считаю, что местные отделения, вернее региональные отделения, которые не столь удалены от Москвы, тоже могли бы помочь в этих выборах. Что касается Николая Владимировича, вы знаете, это умнейший человек. Может быть, он не такой харизматичный, но, тем не менее, очень вдумчивый, очень грамотный человек. И я думаю, что это был бы достойный мэр. А в чем проблема, на ваш взгляд, вот проигрыш? Шестое место все-таки, самый низкий результат? Ну, не самый низкий, там, по-моему, еще были ниже. Просто, на мой взгляд, просто недостаточно грамотно подошли к этой выборной кампании. То есть, кампанию можно было усилить. В принципе, конечно, мог они Левичев участвовать. У нас много в партии харизматичных людей, и более помоложе. Допустим, ЛДПР они так и сделали. То есть, они выдвинули молодого парня, он такой горластый, как говорится. Ну и... Что касается Левича, да, он тихий, спокойный чиновник. Немножечко голос такой фальцетный. Вот, я так думаю, что у нас ведь во многом... Ну и явка, кстати, была очень низкая. Вот, у нас ведь во многом газеты не читают, люди не смотрят, посмотрят на человека. Вот, это нравится, это не нравится. Вот, но я бы не стал, так сказать, вину вот за этот проигрыш сваливать на одного Николая Владимировича. Это было бы нечестно, неправильно. Я так думаю, что здесь есть претензии и в целом ко всей партийной организации. Вернувшись к Владивостоку, о планах на 2014 год. Помимо того, что сейчас начался, продолжается, вернее, рост, да, членов партии, количество членов партии. Вот, что на следующий год вы запланировали? Какие есть планы? Опять же, мы говорим сейчас о партии. Да, о партии. То есть мы пока не берем ЗАГС-собрание. Ну, во-первых, конечно, нужно продолжать заниматься партстроительством. То есть это увеличение членов партии, это подбор лидеров общественного мнения, расстановка людей так, чтобы они были руководителями как партийных ячеек, так и руководителей местных отделений. И, конечно же, главной целью любой партии является участие в максимально возможном, большом количестве выборных кампаний. Но здесь бы хотелось подходить к этому вопросу не просто к участию ради участия, хотя и в этом есть смысл. А хотелось бы работать на реальный результат. Поэтому, наверное, одной из главных проблем любой партии, в том числе нашей, является наличие грамотных людей. Вот для того, чтобы, допустим, избраться мэром, необходимо иметь багаж определенных знаний, навыков, умений. В противном случае придется дольше входить в ситуацию. Если это выборы, допустим, губернатора, то же самое, тем более. И, вы знаете, совершенно недавно у нас проходил партийный съезд. Об этом говорилось. И одна из задач, которая поставлена на будущий год, это участие в той партийной учебе для того, чтобы готовить своих кадров. А вот вы на выборы мэра поставили свою кандидатуру? На выборы мэра Владивостока. Вы были заммэр, вы в курсе? Честно говоря, вот абсолютно не входило в планы вообще участвовать в выборах мэра. Мне иногда задают вопрос про выборы губернатора. Думаю, что здесь нужно иметь покрепшее здоровье. Почему? Да ладно, нормально. И достаточный финансовый ресурс. С этим тоже проблема. А вот как вы видите свой электорат? Вот партия Справедливая Россия именно в Приморском крае. Потому что, понятно, тоже выбор ее брать мэра. Там господин Черепков, да? У него есть вообще сложившееся ядро, которое незыблемо уже сколько лет. Там это бабушки, бабули. Вы знаете, во-первых, я вижу свой электорат прежде всего... Я имею в виду не свой лично, конечно, а партия Справедливая Россия. Прежде всего, в числе думающих людей. Потому что у нас есть обиженные люди. Вот это вот электорат другой. А думающие люди, которые, так сказать, стараются вникнуть в суть проблем... Ведь, по сути дела, Справедливая Россия — это единственная социал-демократическая партия в России, которая причем признана социнтерном. Ни одна другая партия, то есть это мировое содружество социал-демократических партий, ни одна другая партия... Более того, как у вас, я скажу, социализм, модернизированный социализм, социализм 21 века, как-то так. Но дело в том, что мир-то меняется. Естественно, нужно соответствовать тем изменениям, которые есть. Но посудите сами, ведь многие страны Европы, там именно социал-демократические партии возглавляют эти страны. И сегодня Европа во многом процветает. И нам многим хотелось бы быть не хуже. Потому что это мягкие преобразования, без каких-то, допустим, контрреволюций, жестких национализаций. Мы выдвигали, допустим, закон о эффективных собственниках, так называемых. То есть, если есть собственники неэффективные, которые выводят, допустим, недвижимость в офшоры, свои капиталы... То есть все государственные компании, правильно я это вас понимаю? Ну, не все, но многие. Если это нормальная компания, которая нормально работает, платит соцпакет, платит нормальную заработную плату, эффективный собственник, да ради бога. А если это другие собственники, которые все это не выполняют, там нужно ставить вопрос о том, чтобы эти компании становились государственными. Это, в принципе, это нормально. Поэтому, что касается электората, прежде всего, это думающие электораты. Вы знаете, как-то мне было весело было, когда одной из выборных компаний, технологи, которые на нас работали, говорят, что ваш электорат – это женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Ну, как правило, большинство. Хотя у нас ведь именно женское население наиболее ответственное и наиболее голосующее население. Ну, от этого никуда не уйдешь. Ну, а то, что у нас больше, как бы, женщин в электорате, то это тоже объясним, потому что вот мы в своей деятельности, в деятельности своей партии, своей фракции больше всего внимания уделяем социалке. Вот тогда плавно немножко к законодательному собранию, вот как депутат законодательного собрания, вот по поводу социалки. Как у нас в крае в этом дела обстоят? И будет ли на следующий год хуже? Потому что по всем макроэкономическим показаниям в Российской Федерации будет хуже. Хотя все говорят, вроде как островок стабильности продолжает у нас тут существовать. Ну, во-первых, хотелось бы верить в то, что хуже не будет. Что касается социалки. Ну, сегодня достаточно сложная ситуация в системе здравоохранения. Я, как бы, вот в социалке выделю, может быть, два полюса. Это система здравоохранения, это система образования, это самые мощные бюджетные учреждения, с самым большим количеством задействованных в них людей. Вот, хочу сказать, что пока в здравоохранении, так сказать, оставляют желать лучшего, потому что, ну, действительно, долго запускалось, что называется, по наклонной плоскости вниз. Вот, и сегодня предпринимаются определенные шаги, но, на мой взгляд, это, конечно, недостаточно. Самое главное, это вернуть кадры и привлечь кадры. Мне, например, кажется абсолютно неправильным, когда с теми же главными врачами в больнице заключаются годичные договоры. Вот, как бы я, если бы я был главврачом и со мной заключают годичный договор, к этому относился, мне как работать или уже чемодан собирать, вот, это неправильно. Но и, конечно же, это удержание разных групп персонала, потому что у нас сегодня очень много врачей и персонала других категорий из здравоохранения уходят. И уходят они, там, частные клиники, государственный сектор, который сегодня, кстати говоря, ну, на мой взгляд, в Приморском крае чувствует себя достаточно неплохо. Это уровни заработных плат, они должны быть доведены до нормального состояния. Что касается низкооплачиваемых заработных плат категории работников, то я думаю, что нам в масштабах края, наконец-то, нужно разобраться, раз и навсегда, с системой так называемых МРОТов, минимальных размеров оплаты труда. Потому что именно минимальный размер оплаты труда должен быть в основе самого низшего базового оклада. А на него уже идти. А вот эта старая система, которая была еще в единой тарифной сетке, сегодня второй, третий, четвертый разряды, где работают обслуживающие персоналы, в бюджетной сфере имеют очень маленькие заработные платы. И там большая текучесть кадров. Хотелось бы, чтобы этого не было. Поэтому, ну, я надеюсь, что сейчас те кадровые перестановки, которые были, и назначен новый вице-губернатор Серебряков Павел Юрьевич. Вот, он человек вдумчивый, думаю, что разберется. Конечно же, но должность-то, ну, как бы ни был человек вдумчивый, должность-то такая достаточно как расстрельная, да? В социалке вообще расстрельный должен. Понимаете, в социалке что важно? Ну, важно просчитывать, что произойдет завтра. И это могут сделать только профессионалы. Потому что вот если ты чего-то не сделал, и все вот так вот осталось, это вот одно. А когда это все вот сказывается, через определенный период времени, это очень плохо. И вот этот ком начинает накатываться. Поэтому необходимо не упускать ничего, абсолютно. Нужно внимательно отслеживать все, что происходит на всех уровнях системы здравоохранения. И, насколько я знаю, сейчас очень скрупулезно решается вопрос по подбору руководителя департамента здравоохранения. В моем представлении этот человек должен быть локомотивом в своем роде. А вот должен ли это быть человек с медицинским образованием? Как вот тогда говорили все об этом. В том числе и про Серебрякова говорили. Как может быть человек без медицинского образования, он же за медицину отвечает. Это важно. Или должен это быть менеджер хорошего управления? Вы понимаете, у Павла Юрьевича, как и у других вице-губернаторов, должность называется вице-губернатор. И он курирует не одно направление. В том числе спорт. Совершенно верно. Тогда по этой логике судить, да, может быть, у нас вице-губернатор должен быть там, не знаю, каким-то спортсменом или еще кем-то. Это невозможно. Это все-таки менеджмент более высокого уровня. Что касается руководителя департамента здравоохранения, то мое личное мнение, он должен быть однозначно человеком, глубоко разбирающимся в медицине, это раз, глубоко разбирающимся в финансовой системе, в тонкостях юридической специфики построения системы здравоохранения. Он должен быть авторитетным в этих кругах. Понимаете, ну, завтра взяли и кого-то назначили. И звать его никак, и никто его не знает, так сказать. И нет, он еще и где-нибудь на выступлениях начнет, известно, не в ту степь говорить. Понимаете, доверие в этом случае будет утеряно. А социалка все-таки это люди. И очень многое делается на доверии. Тем более система здравоохранения, она достаточно такая специфичная система. Поэтому я уверен в том, что руководитель департамента здравоохранения должен быть глубоко профессиональным человеком. Человек, который может принимать решения, иногда непопулярные. Должен ли он сейчас, грубо говоря, взять и покарать многих руководителей на местах районного? Надо разобраться, за что. Я думаю, что поскольку система большая, то есть люди, которым нужно применить и кнут. Есть те, которых нужно, наоборот, стимулировать. Вы знаете, сколько я работал в социалке, и сколько приходило людей абсолютно с разными идеями. Может быть, хорошими, еще что-то. Но понимаешь одно. Деньги нужно вкладывать даже, может быть, не в идею, а в человека, который эту идею толкает. То есть, если это действительно фанат своего дела, фанаты, это же люди такие, они свои деньги вытащат, оставят их, пустят на это же дело, лишь бы добиться успеха. Но, к сожалению, фанатов достаточно мало. Поэтому, я думаю, что, конечно, это должен быть профессиональный человек, который может и наказывать, и поощрять. У него должны быть в этой части, во-первых, развязаны руки, во-вторых, я так понимаю, что если этот человек назначен, то ему должны доверять. Доверять как вице-губернатор, так и губернатор. Вы таких людей вообще видите? В системе здравоохранения? Вижу. А может быть, или не стоит говорить фамилии? Ну, я думаю, что это было бы просто некорректно. Понимаете, вот, допустим, я сейчас назову какую-то фамилию, но это мое субъективное место. Завтра будет назначен другой человек. Но, наверное, это будет для него в определенной степени дискомфорт. И поскольку все-таки я возглавляю комитет по регламенту и депутатской этике, то давайте мы так воздержимся. Но, безусловно, такие люди в системе здравоохранения есть. Наши, приморские, незаезжие. А может быть, лучше заезжих, которые бы свежим взглядом посмотрели на это болото и сказали? Вы знаете, когда человека ставят, допустим, с определенного уровня на уровень департамента, у него в любом случае будет свежий взгляд, незаезженный. Это если мы сегодня, допустим, взяли человека из самого департамента здравоохранения и поставили, вот тут немножко может быть соезженный взгляд. А тут, я думаю, не будет. По поводу ФАПа хочу спросить. Как относитесь вообще к этой, к этой спитофере, к этим планам? Значит, вот я бы сказал так, прежде чем не ФАПы, да, а идея в доступности первичного звена системы здравоохранения мне импонирует, и я обеими руками за. То есть, когда человек имеет возможность обратиться куда-то рядом, получить первичную помощь. Вот. Но у нас часто бывает в стране так, что идеи бывают хорошие, а потом они как-то вот так вот обрастают чем-то, чем-то, чем-то и становятся такими. Знаете, мне абсолютно не нравится цена вопросу, потому что уж больно дорогое это получилось в удовольствии. Мне не нравится, как это все делается, потому что вот сколько я разговаривал с муниципалами, вот коробку поставили за счет краевых средств, вы, товарищи муниципалы, тяните там. Коммуникации, там еще чего-то, еще чего-то. А у них оснований для этого нет, потому что медицина не их область деятельности. Они как только не изворачиваются для того, чтобы эти коммуникации подтянуть. Тут же встает вопрос с кадрами. Это проблема. Зачастую, допустим, от ряда руководителей муниципальных образований я слышал такое, ну а зачем этот ФАП, когда вот можно за такие деньги взять старый ФАП, отремонтировать, так сказать, он вполне в нормальном состоянии и так далее. То есть вопрос эффективности освоения средств. То, что вопрос чрезмерно затянут, и эти ФАПы давно должны были быть уже введены, но все это еще, так сказать, в процессе, естественно, это тоже не нравится. Но, на мой взгляд, здесь есть еще и, конечно, управленческие огрехи, потому что вот где-то нужно было и кнут. Но, к сожалению, этот кнут не был применен. А вот по-вашему, губернатор у нас чересчур лоялен к своим подчиненным? Вы знаете, я бы так не сказал. Мне кажется, что губернатор у нас иногда чрезмерно доверчив своим подчиненным. Но это, опять же, мое субъективное мнение. Мне бы казалось, что уж от кого-то из чиновников давно пора было бы уже и избавиться. Но это происходит как-то не очень быстро. А потом он, если даже от кого-то избавляется, потом эти люди вдруг бах, и где-то вот еще в каких-то видных должностях появляются. Что тоже вызывает определенное недоумение. Ну, в любом случае, работа губернатора, это все-таки работа его во многом собственных рисков и принятия решений. И в любом случае нужно уважать эти решения. Хотя, на мой взгляд, есть, опять же, субъективное мнение. Некоторые вещи думают, что я бы в этой ситуации действовал по-другому. И вот опять про губернатора спрошу. По-вашему, он уже стал таким нашим, приморским? Либо все-таки человек из Москвы? По моему мнению, вы знаете, вот ситуация немножечко еще двоякая. Сказать на 100% уверенности, что он уже все стал приморским, я бы, наверное, не взял на себя такую смелость. Но процесс в этом отношении идет. Потому что все-таки идет время. И, на мой взгляд, губернатор сегодня уже более реально присмотрелся, как это сейчас модное словечко, к нашим приморским элитам. И то, что, допустим, в ближайшем его окружении появляются люди с приморского края, я думаю, что так и будет дальше. Он начинает разбираться в людях, кто его окружает, кто есть кто, делать какие-то выводы. Поэтому я бы сказал так, все в процессе. Но мне кажется, что губернатор бывает излишне доверчив своей команде, а команда зачастую совершает ошибки. Иногда, мне кажется, эти ошибки нужно признавать. А с этим плохо? С признанием, собственно, пожилого? Ну, вы знаете, когда доходит, в принципе, это происходит. Но эта же информация должна доноситься, что называется. Когда подчиненные делают косяки какие-то. И при этом у губернатора же не может быть семи пядей во лбу и детально разбираться во всех вопросах. Это нереально. Для этого нужен очень большой срок, там губернаторство и так далее. Но тем не менее. Поэтому вопросы к команде, на мой взгляд, есть. Мне кажется, что во многих случаях команда не успевает за губернатором. Ну, а что касается ошибок у самого губернатора, то, ну, все мы живые люди, мы ошибаемся. А вот перебил. А вот не успевают с губернатором. То ли губернатор через Чуршустрый, то ли команда тормозит. Вот как? Я думаю, я думаю, и то, и другое. Я думаю, и то, и другое. Понимаете, что касается нашего губернатора, то он часто появляется в разных местах. Он действительно такой трудоголик. Вот. Но порой меня смущает его, бывает, категоричность. Что вот это надо вот так, а это надо вот так. Вот. В некоторых моментах нужно было бы действовать более осторожно и более, так сказать, глубоко прощупать вопрос какой-то. Вот. Ну, а я сам когда-то работал в исполнительной власти достаточно долгое время. Вот. К сожалению, у исполнительной власти есть такое вот. Как только руководитель сказал, вот так, все сразу под козырек и действуют вот так. Я считаю, что во многих случаях в этом плане оказывается медвежья услуга. Иногда нужно иметь смелость тем людям, которые работают в команде, прийти и откровенно сказать, что вот здесь, вот здесь, ситуация следующая. Вот здесь, следующая. А вот здесь вот, это было бы вообще неправильно. А вот так вот правильно. Когда перед человеком профессионально раскрывается весь спектр, то количество принятых правильных решений будет больше. А когда были заместителем мэра, вы так могли подойти? И он нормально на это реагировал? Абсолютно. У меня с мэром складывались абсолютно нормальные отношения. Я хочу сказать, что пока я работал вице-мэром, ну, во-первых, он ни разу не назвал меня на «ты». Вот, и всегда прислушивался к профессиональной точке зрения. Честно говоря, я его очень нечасто беспокоил. Иногда даже был такой случай, когда Игорь Сергеевич мне говорит, слушай, а почему Константин Анатольевич, вот, ну, так редко приходишь на прием? Вот, Игорь Сергеевич, я прихожу только в тех случаях, когда я чувствую, что мне нужна ваша помощь в чем-то, в принятии решения каком-то. А во всем остальном, если я заместитель, я должен замещать и принимать правильные профессиональные решения. Иначе зачем? Прийти к мэру и покрасоваться, что вот он я, чтобы он не забыл, что вообще. Если есть какие-то вопросы, раздаются от отрасли, допустим, от образования, от спорта, от молодежной политики, тогда, пожалуйста, давайте мне вопросы. Если система функционирует стабильно, значит, заместитель, который возглавляет это направление, работает профессионально. Поэтому взаимопонимание было, и я мог прийти и Игорю Сергеевичу сказать, что Игорь Сергеевич, я считаю, что вот здесь вы поступили неправильно. Со стороны сейчас смотрите на команду мэра, ну, сами что-то там себе думаете, контролируете процесс, ну, со стороны, так, смотря, делая какие-то выводы, умозаключения? Вы знаете, я не просто смотрю, честно говоря, когда я уходил из команды, то Игорь Сергеевич обратился с просьбой, чтобы держал руку на пульсе тех вопросов, которых вел, так сказать, раньше. Поэтому, конечно, я очень детально владею ситуацией по всем тем направлениям, которые занимался раньше, это раз. Я считаю своим долгом помочь тому заместителю, который сейчас работает на этом направлении. Вот. Ей было очень тяжело изначально, сейчас это уже совершенно другой человек, который очень многое уже знает, постиг, который легкий на подъем, работает. Я про Мальцева, Наталья Васильевна говорю. Вот. То есть она очень толковый, на мой взгляд, и очень перспективный руководитель. А вот про образование вообще в целом в крае, ну и в том числе в городе Логово-Востоке. А вот по-вашему, куда мы вообще идем сейчас с нашим образованием? Куда-то идем. Ну вот, в правильную или в сторону? Ну вот, давайте рассуждать сначала концептуально, да? В правильную сторону мы ведем, в неправильную сторону есть определенная мировая практика. И есть определенные срезы мирового уровня. ТИМС, ПИСа, там это уровень. А как же особый путь развития нашей страны? Знаете, математика, физика, химия, она и в Африке. Математика, физика, химия. Мы сейчас не говорим про идеологические составляющие. И эти предметы необходимо знать. Уровень грамотности и обученности населения – это критерии, которые признаются во всех странах мира, и мы не исключаем. И если мы за, так сказать, вот эти вот длительные годы руководства страной партии «Единая Россия», так сказать, просили очень хорошо, то сейчас нужно из этой ситуации постепенно выбираться. А просили почему? Почему? Какие критерии? Скажу. В нашей стране расходы на образование не превышали 4% от ВВП. Принцип – вот тебе 3 рубля и ни в чем себе не отказывай. В то время как во многих развитых странах это более 7% ВВП. А если взять, допустим, ту же Южную Корею, то там более 13%. А есть страны, где 17% ВВП идет на систему образования. Но согласитесь, мы и приходим в нашу школу, даже сейчас. У нас во многих школах стоят такие кабинеты физики и химии. Вот еще я учился, наверное, учился вот на этом оборудовании. В то время как за границей, 5 лет, до свидания, компьютерная техника, допустим. Но мы с вами понимаем, что за 3-4 года она обостаревает, наверное, нужно на свалку. У нас же считается достижением. В школе появился компьютерный класс. И он там будет стоять еще 10 лет. Понимаете? То есть и вопросы связаны с мотивацией. Основными участниками образовательного процесса являются две категории. Это учителя и ученики. Возникает вопрос, что надо сделать, чтобы учителя шли в школу, и у них глаза бы горели, они хотели бы что-то делать. И учащиеся тоже бежали бы в школу, потому что им было бы интересно. Вот все программы, которые существуют в системе образования, должны быть нацелены на решение всего лишь этих двух задач. Что касается города Владивостока, то хочу вам сказать, что вот те программы, которые сегодня приняты в городе Владивостоке, поддержка молодых специалистов, приобретение оборудования, спортивный Владивосток и так далее, как раз введение новой отраслевой системы оплаты труда как раз были направлены на эти две цели в итоге. Раньше Владивосток занимал четвертое место, пятое место по контрольным срезам на фоне края. Впереди были города Арсеньев, Большой Камень, Форчина. Объясню, потому что в этих городах они более компактны, это раз. У них меньше балласта. Балласта, извините меня за такое слово, то есть количество вечерних учреждений, вечерних школ, где ребята уже на систему образования не так смотрят, но извините, они все равно ЕГЭ сдают. Ну и соответственно, я ведь вам назвал территорию Арсеньев, Форчина, Большой Камень, по сути дела это моногорода. Они еще более компактны, то есть без периферии, без сел, без сельских проблем. Затем взять, допустим, там Фокина, Большой Камень, там большое количество военных. У военных, как правило, еще жены бывают. Те люди, которые заканчивали образование, допустим, где-то там Санкт-Петербург, Москва, а среди них много педагогов, и там действительно хороший уровень образования. Но в итоге вот той деятельности, которая была проведена за эти годы в городе Владивостоке, получилось следующее, что мы сегодня по этим контрольным показателям, мы, говорю, город Владивосток, ну, как бы вот потому, что работал долго лицемэром, и в том числе разрабатывал эти программы и представлял их главе города. Сегодня вышли на показатели первого места. И многие вещи, которые были апробированы в городе Владивостоке, вот уже позже, через три года, через четыре года, попали потом в краевые уже программы, допустим, тоже создание там базовых школ, да. У нас ведь действительно, естественно, научный цикл, то есть преподавание физики, химии, там, математики сильно западает. Это нужно вытаскивать, что называется, и благо, что сейчас вот какое-то движение началось. А в Владивостоке это же работает четыре года. Вот. И сегодня руководители образовательных учреждений имеют в городе Владивостоке нормальную заработную плату. Не стыдно ходить на работу за такой заработной плату. Эта система была введена уже три года назад. Она... Ну, руководители, а как быть с теми, кто пришел только вот с института, я закончил? А специальная программа поддержки молодых специалистов. Я хочу сказать, что когда вот я начинал работать вице-мэром, то представьте, вот в город Владивосток приходит восемь молодых специалистов. Восемь. Сейчас их приходит больше восьмидесяти, потому что, ну, что-то делается в отношении жилья. Это раз. Во-вторых, молодые специалисты стимулируются, получают добавку в заработное платье из муниципального бюджета, чтобы они могли, допустим, где-то снять какую-то квартиру. Это существенно. И это помогает. Ну, и общий фон заработной платы, поскольку были введены указы президента, возрастает. То есть уровень средней заработной платы возрастает. А качество молодых специалистов, вот оно сейчас на уровне или все-таки падает? Я бы сказал так, оно недостаточное. Говорить, что оно падает, я бы тоже не стал. Скажем так, ну, на каком-то уровне, но, на мой взгляд, нужно вносить коррективы подготовки наших пединститутов, там, повышение квалификаций и так далее. Когда приходят молодые специалисты, первый год, у кого-то два, реже у кого-то три, идет естественный отбор. Много вот вы знаете людей, которые из внешней среды приходят преподавать в школу? Мало. А много ли вы знаете людей, которые поработали в школе и вышли оттуда? Да выше крыши. Если у нас сегодня в Приморском крае, данные официальные статистики, у нас сегодня три комплекта учителей работают, в общем, подготовленных, как учителя, но не работают в системе образования. И прежде всего это говорит о том, что, во всяком случае, до недавних пор статус учителя в государственном масштабе не ценился. Если в Финляндии учителя получают заработную плату третью по уровню, по всем профессиям, третью, то у нас далеко не так. Даже сейчас указы президента введены, они работают, и общая зарплата повышается, но это не на учительскую ставку, это на общую нагрузку. То есть учителя, чтобы более-менее зарабатывать, им нужно ввести полуторную нагрузку. Я очень надеюсь на то, что мы рано или поздно от этого уйдем, и будет нормальная зарплата. То есть смотрите, в стране был введен 83-й закон федеральный, и у нас школы стали казенными, автономными, бюджетными и так далее. И все они выполняют муниципальное задание. У меня сразу возникает вопрос. Если я выполняю как учитель муниципальное задание, вопрос, почему я не муниципальный служащий? Если врач выполняет государственное задание, а он же выполняет у нас вся система здравоохранения государственная, почему он не государственный служащий? Если мы здесь, в Приморском крае, платим заработную плату учителям среднюю по экономике региона, У меня возникает вопрос, Москва это регион? Санкт-Петербург тоже регион. Какая средняя заработная плата в Москве? Средняя по экономике в Москве. Это значит, что учительница там получает 60 тысяч, а здесь она получает 30 тысяч. Вопрос, кто из нас находится на Дальнем Востоке, мы или Москва? Но по-вашему только деньги могут явиться мотивацией хорошо учить? Нет. Я думаю, что деньги это первичная стадия, то есть достойная оплата труда. После этого нужен естественный отбор. У нас сегодня очередь из учителей в каждую школу не стоит. Когда есть очередь, я как руководитель могу выбирать, что вот это плохо работает, нужно с ним заканчивать контракт, а вот человека другого нужно принять на работу. Понимаете? То есть пока мы до этого ничего не дошли. Конечно, думать, что сегодня мы повысили зарплату, завтра резко повысилось качество образования. Нет. Качество образования это очень многие составляющие. Нам необходимо переоснастить школы, нам необходимо их отремонтировать, нам необходимо, чтобы у нас не было, чтобы было нормальное горячее питание. Это очень важный вопрос в школах. Это иммунная система. Это здоровье детей. Здорового ребенка мы научим всегда, а вот больного нет. Там другие уже ценности. Понимаете? Вот. То есть я прихожу в банк, допустим. Слушайте, ну шикарно, евроремонт везде. Там деньги хранятся. Прихожу в школу, а там дети. Большую часть времени прибывают. Там совсем не такой интерьер, как в том же банке. Поэтому вот система образования, мне кажется, это вот одна из основополагающих систем. И многие, опять же, история многих государств говорит о чем? Когда начинают вкладывать деньги в образование, деньги в людей. Это значит, потом появляются кадры нормальные, эффективные менеджеры. Про людей. Вот руководство многих школ у Диастовских, вот с нами на собственном опыте, это закостенелые, невменяемые люди. Как с ними быть? В чем так категорично? Ну там же бесполезно вообще что-то говорить людям. Они, понятно, что они забитые жизнью и какими-то правилами, которые им навязываются извне, это понятно. Но там же порой смотришь и не понимаешь вообще, как такой человек детям-то запустил. Я бы не был таким категоричным. Советская закалка на... Вы знаете, опять же, спорно. Вот советская закалка, закалка тех времен, это в том числе отношение к работе. И вот не было бы той советской закалки, наверное, ситуация была бы сейчас в образовании гораздо хуже. Это раз. Во-вторых, что касается руководителей образовательных учреждений, то сегодня они во многом перегружены в другой работой, хозяйственной. То есть та работа, которая не дает иногда вникать в учебный процесс. Потому что когда вводятся, допустим, финансовые нормативы на одного учащегося, на класс-комплект, тебе нужно все средства освоить, ЕГЭ провести. В основном это организация, 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 организация. Это раз. Во-вторых, взять наши школы. Вот численность школ в Владивостоке иногда достигает тысячи человек, а иногда еще больше. Возникает вопрос эффективности управления. Я, как специалист в этой области, вам скажу, что наиболее эффективно управляемая школа – это 400-450 учащихся. Больше школы делать нельзя. Но, однако, у нас ситуация другая. Представляете, здоровый такой инкубатор. Директор должен каждого ребенка по-хорошему знать, как его зовут, кто у него родители, для того, чтобы, опять же, эффективно управлять процессом. Устраивать диалог с классными руководителями, допустим, с заучами, в отношении Иванова, Петрова, Сидорова. А когда это огромный коллектив, и идет такая машина, знаете, работает, происходит иногда то, что вы говорите. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, нужно время для того, чтобы перестраивать эту систему. Но говорить о том, что она сегодня, так сказать, запущена, я бы сказал так. Вот есть стабильность функционирования, есть вопросы, причем очень важные вопросы. И те вопросы, которые находятся сегодня в спорном моменте, в том числе и в чем я не согласен. И мои коллеги, депутаты по фракции, не согласны, допустим, с позицией администрации Приморского края. Я говорю сегодня про разные группы персонала, обслуживающий персонал в детских дошкольных учреждениях, обслуживающий персонал, допустим, в тех же школах. Я не согласен с некоторыми вещами при формировании нормативов, допустим, финансовых нормативов на одного учащегося. И я, и мои коллеги, депутаты стараемся этот вопрос пробивать. Если посмотреть, допустим, наши инициативы за последние два года, то я вам скажу так, 80 с лишним процентов наших инициатив — это именно вопросы социологии. В этом году, например, в 2013 году было 14 законодательных инициатив. Часть прошли, часть не прошли. Но ни одна из этих инициатив, порой даже, знаете, когда вот нас одолевают большинством голосов в законодательном собрании, интересно бывает наблюдать, что иногда потом коллеги по ЗАГС собранию из партии «Единая Россия» приходят и говорят, «Ну, слушай, ну ты прав, но извините, у нас другая задача». Тогда я хочу спросить вас про законодательное собрание, опять же, про депутатскую деятельность, про инвестиции в Приморский край, которые вот-вот должны были уже пролиться золотым дождем после саммита АТС. И по поводу, сейчас вот опять же говорят, что вот если столичный статус будет в городе Востока, опять же, будут какие-то инвестиции, опять деньги? Да, кстати, я и мои коллеги и были авторами этого законопроекта, и сейчас уже вносится до Нового года законопроект, измененный слегка в статусе столицы. А что мы вносим с этой столицей? Что вдаст это? Ну, опять же, вот есть практика субъектов Российской Федерации. 30 субъектов Федерации эти законы приняли. Мы, во-первых, действительно столица Приморского края, Тарас, но до Юра это не признано. Я-то по большому счету считаю, что Владивосток не просто должен быть столицей Приморского края, но и одна из восточных столиц России. И во всяком случае мы должны быть центром Дальневосточного федерального округа. Очень хорошо отношусь к Хабаровску, но тем не менее. У нас проводится огромное количество мероприятий международного уровня здесь. Несравнимо ни с Хабаровском, ни с Южно-Сахалинском. Огромное количество мероприятий федерального уровня, краевого уровня и так далее. Поэтому, конечно же, в данной ситуации нагрузка на городскую инфраструктуру повышена, нежели брать другие муниципальные образования. И если в этом случае будет выделяться немножко больше денег на то, чтобы сегодня Владивосток был более благоустроен, было больше деревьев, скверов, освещенности улиц, это вопросы безопасности. Мы же говорим, что Владивосток это центр международного сотрудничества в Азиатско-Тихо-Океанском регионе. То есть есть федеральная программа такая. Так давайте мы что-то более реальное, более конкретное для этого сделаем. Мне все время говорят, так вот во Владивосток столько денег вложили. Опять же, на мой взгляд, неправильное осуждение. Мы вкладывали не во Владивосток, мы прежде всего вкладывали в интересы России. Если мы сегодня построили дальневосточный федеральный университет, вопрос, зачем мы его построили? У нас ведь много было вузов. Слава Богу, что сегодня в государстве помогают, понимают, что дальний восток России сегодня окружен мощнейшими образовательными системами. Это очень мощная образовательная система стала Китая. Мощнейшая образовательная система Америки, Австралии. Южная Корея, понимаете? То есть мы хотим, если укрепляться здесь, то нам нужен такой вуз, который подготовит кадры мирового уровня. И самое важное, чтобы эти кадры потом здесь оставались. Поэтому шаг по созданию федерального университета абсолютно верный. Как его было создавать? Вот так как сейчас создан, когда мы взяли, четыре вуза объединили. Или как-то по-другому, вот это уже вопрос. У меня другая точка зрения. Я бы поступил не так. Но вот такой мощный центр федеральный образовательный, он нужен здесь. Это абсолютно правильно. И это тоже столичные функции. Поэтому я уверен в том, что этот шаг абсолютно верный. И поэтому мы были инициаторами этого законопроекта. Ну, по-вашему, как это, к чему, по что это выгнется? Значит, вот сейчас, после диалога с губернатором Приморского края, который, кстати, мне говорил о том, что он абсолютно не против того, чтобы Владивосток был признан столицей. Лоббировать этот вопрос. Я думаю, да. Сейчас законопроект, поскольку вот сейчас вся система бюджетного устройства немножечко переделана под так называемый программный принцип. Вот у нас есть 17 госпрограмм. И точно так же на краевом уровне. То есть изменения в этом законе будут какие? О том, что на столичные функции будут выделяться деньги по этим государственным программам. И каждый год администрация Приморского края, законодательное собрание Приморского края будет рассматривать предложения города Владивостока при формировании очередного бюджета, какие можно, так сказать, средства выделить на те или иные вещи. Другие города Приморского края не обидятся? Они не несут столичных функций. Я думаю, что не обидятся. Но все эти города, сегодня их дети приезжают учиться сюда, в Владивосток. Какие-то вопросы решать, допустим, многие едут сюда, в Владивосток. Они едут сюда в аэропорт, они едут на железнодорожный вокзал или еще куда-то. Но этим самым мы не обескровим все остальное. Ведь речь идет не об огромных деньгах, уверяю вас. Если, допустим, бюджет Приморского края десятки миллиардов рублей, то когда речь идет, допустим, о двухстах или трехстах миллионов рублей, уверяю вас. Но мне кажется, и сейчас есть где урезаться. Мне кажется, что куда-то мы дали. Больше денег, чем нужно было бы. Допустим, там где же средства массовой информации немножечко можно как-то вот... Там весьма достойная сумма. Подпадку жать. И уверяю вас, что этих денег было бы вполне достаточно. Ведь вопрос, понимаете, это же вопрос манипуляции. Я вот сам смотрю телевизор, я знаю, что это была в том числе моя инициатива. Внутри высказывания, допустим, там с одной территории, с другой, ах, они вот такие, сякие, денег там мало. Еще и вот что задумали. Но это же рассуждают те люди, которые не владеют полностью спектром всех бюджетных расходов. Правильно? Где, на наш взгляд, допустим, есть определенные источники, где можно было подужаться и в том числе больше средств дать на муниципальное образование. Или вернусь к той же системе образования. Вот то, что мы сейчас лоббируем, да, то, чтобы, допустим, обслуживающий персонал перешел на субъект федерации. Не тот персонал, который содержит здание, а обслуживающий персонал, допустим, там уборщицы, там гардеробщицы и так далее. Если удастся решить этот вопрос, то, опять же, муниципальное образование получит существенное облегчение. У них ряд функций уйдет. У них высвобождаются в этом случае средства. Фух, мы же проговорили целый час. Столько много еще вопросов у меня. Ну, это по летнему отдыху можно, по комиссиям по делам несовершеннолетних можно поговорить. Это наши инициативы, которые сегодня вошли в законодательное собрание. А комиссия по делам несовершеннолетних, ну, а что там? Потому что я разговаривал с женщиной, которая работником комиссии по делам несовершеннолетних в городе Владивостоке, и она рассказывала о том, что она с детьми не работает. Правильно, рассказывала. Потому что она физически не может с ним... Правильно, рассказывала. Было 14 человек, сейчас их 7, и навалилось больше... Знаете, очень интересный вопрос. Что такое комиссия по делам несовершеннолетних? Это координирующий орган. Прежде всего, координация — это мозги. Правильно? То есть, вот сегодня есть система профилактики, работы с детьми. Сюда входят школы, учреждения дополнительного образования, какие-то спортивные сооружения, допустим, музыкальные школы, школы искусств, социальные педагоги и т.д. Сюда входят и милиции, которые тоже есть, допустим, ПДН и так далее. И вот вся эта структура должна быть скоординирована. Не как в той басне, да, Крылова, лебедь, рак и щука. А действительно должна быть координация. Вот смотрите. Комиссия по делам несовершеннолетних — это функции по федеральному закону, субъекта Российской Федерации. Что было сделано у нас, в Приморском крае? А у нас, в Приморском крае, взяли по одной ставочке, по одной, отдали в каждое муниципальное образование, в виде заработной платы туда, и говорим, мы вам передали полномочия. Хорошо. Давайте представим себе тот же мой любимый город Дальневоск. Вот есть один человек. Как правило, это женщина, которой от 40 до 50 лет. У нее есть дети, которые иногда болеют. Эта женщина должна ходить в отпуск. А еще она иногда сама болеет. В итоге до полугода этот человек отсутствует. А остальная часть времени уходит только на то, чтобы собрать комиссию по делам ночнолетних, вызвать провинившихся после каких-то дел родителей и устроить публичную порку. Времена уже давным-давно изменились. Для того, чтобы координировать процесс, вообще должны понимать, что происходит. Что происходит в городе Владивостоке, какие кражи, угоны, еще чего-то, еще чего-то. Какое время, в каких местах, в какой категории людей, из каких образовательных учреждений, для того, чтобы посмотреть, а все ли там в порядке. И один человек с этим справляться физически не может. Поэтому была наша инициатива, чтобы как минимум хотя бы в два раза, то есть еще по одной ставке добавить. А что касается города Владивостока, там добавлено больше, по-моему, семь ставок, потому что добавлены ставки на каждые 10 тысяч детей от нуля до 18 лет возраста. Ставка. Хотя в советские времена это была одна ставка на 5 тысяч детей от нуля до 18 лет. Интернет, например. Вот сегодня большое количество молодежи сидит в интернете. Я как-то раз удивился очень. Еду по городу, смотрю, огромное количество молодежи, 300, собрались под мостом. Боже мой, я вроде как замглавы, курирующий социалку, тут какая-то вот такая вот... Как они собрались? И почему я об этом ничего не знаю? Нырь туда, ну а там эти вот наши скейтеры, тогда еще не было парков построено, там скейт-парков и так далее. Подхожу к организаторам, а там уже какие-то только сомнительные личности туда не пришли. Слушай, как вы собрались? Очень просто. По интернету, в соцсети, понимаете? О том, что сегодня наши дети обсуждают в соцсетях, и тем, что комиссия по делам начальник занимается? Нет. А должны бы заниматься, для того, чтобы этим процессом как-то руководить и управлять. Поэтому, к сожалению, я хочу констатировать факт, что комиссии по делам начинолетних вот тем координирующим органом, как он должен быть, еще не стали. Вот. Опять же, вот по городу Владивостоку эти сдвиги есть. Возглавляет комиссии по делам начинолетних во всех территориях замглавы по социальным вопросам. Да я думаю, что пальцев вот так вот хватит, действительно, чтобы назвать тех заместителей главы по социальным вопросам, которые вообще реально представляют, что такое работа комиссии по делам несовершеннолетних, как она должна быть. К сожалению, у многих такой стереотип. Знаете, вот пришел так, Иванов с родителями сюда, на стол, и сказать, ах ты такой сикой, да что ж ты сделал, да как же тебе не стыдно. Свободен, Следующий, Следующий. А к этим всем делам готовятся документы. Вот он был там, то есть там характеристики собираются, там и так далее. Ну, приведу пример. В городе Владивостоке были введены институт уличных педагогов. Вопрос, зачем? Какой в этом смысл? А смысл в том, что вот есть у нас система дополнительного образования, там, спортивные школы, секции, которые вот стационарно работают. Пришел туда ваш ребенок, его взяли. Не пришел, его не взяли. Есть категория детей, которые туда и не придут. У них родители ведут слишком асоциальный образ жизни. Так вот, если гора не идет к Магомету, надо, чтобы вот было как-то наоборот. И был введен институт уличных педагогов, как раз, чтобы эти люди пришли к этим детям. Поняли, в чем проблема этих детей. Взяли бы их за руку, как-то помогли, определили, куда, проследили, чтобы они не шарахались на улицах, чтобы они не попадали в поле зрения тех элементов, которые сделают, допустим, там, распространительные наркотики. А мне когда появились, поле крыши, потому что деды... Я про уличные говорю, педагогов. Про уличные. Только лишь потому, что не работают у нас те люди, которые должны этим заниматься? Вообще, кто у них должен этим заниматься? Уж точно не пацаны эти? Ну, конечно, должны заниматься прежде всего родители. К сожалению, родители сегодня зачастую этими вопросами не занимаются. Сегодня ведь как? родители пришли с работы, голова болит, на работе там много чего, ребенок капричный, а тебе айпад. Вот сидите, тыкай пальцы, тыкай. Все. Во многом так. Человеческого общения нет. Получается, какое-то поколение немножко потерянное, понимаете? Замкнутые сами в себе и в том, что есть вот там в этих соцсетях. Ну, и, соответственно, ни к чему хорошему это не приводит. Розги? Нет? Возвращаться? Нет? Не будем к ним? Я думаю, что не будем. Про Новый год. Пожелания нашим зрителям, пожелания вашим коллегам из других партий, может быть? Вы знаете, я бы не хотел перед Новым годом как-то делить на партии или еще что-то. По большому счету ведь задача любой партии в том, чтобы в целом население там края, города, жилось хорошо, чтобы у людей не было мотивации выходить на улицы, устраивать какие-то митинги и так далее, чтобы жизнь была нормальной, стабильной, предсказуемой и безопасной. Вот этих вот простых вещей я бы хотел пожелать всем семьям, которые сегодня живут в Приморском крае, всем тем, кто приехал в Приморский край в гости, и очень надеюсь на то, что им понравится у нас в Приморском крае. Во всяком случае, я очень часто слышу восторженные отзывы от тех людей, которые у нас побывали. 70 тысяч неучтенных гостей Приморского края, которым очень нравится Приморский край. рабочая сила нам нужна, но не абы какая, конечно. Поэтому хочется, чтобы все встретили нормально Новый год, хорошо отдохнули и с новыми силами приступили к работе. Вот видно, что представитель комиссии по регламенту и этике. Все так хорошо, здорово. У нас был гостя Константин Межонов, депутат законодательного собрания Приморского края. Спасибо большое, что пришли. Не уложились мы, очень много есть о чем поговорить. Я думаю, что в будущем году мы встретимся с вами. Хорошо. До встречи. До свидания. Всего доброго. До свидания.